Реально очень рад Определенных таких моментов Давайте откроем мы деяния 16 главу Если кто открывает или там мы выведем на экран Открывать не нужно 16 глава будет 6 стих Пройдя через Фригию, Галатийскую страну Они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васи Вот такой стих мы прочитали Однажды Дух Святой не позволил Павлу проповедовать слово Божье в определенном регионе Ассия это был очень серьезный регион Там столицей этого региона был город Ефес Это был очень серьезный такой экономический, духовный В кавычках так сказать центр мира Помните там была Артемида Ефесская великая Там было очень много храмов, очень много там было идолов И вот однажды Дух Святой он не пустил туда Павла Знаете, именно Дух Святой Знаете, мы иногда думаем дьявол не дал Или еще что-то Но тут ясно написано Дух Святой не пустил Теперь я хочу, чтобы мы открыли 17 главу деяний Это уже Павел дальше путешествует И вот он наконец достиг Ефиса Достигнув Ефиса, оставил их там И сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями Когда же они просили его побыть у них Далее он не согласился, а простился с ними, сказав Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу И отправился из Ефиса Мы видим следующее посещение Павла Ефиса Где его просят побыть у них, остаться Но он говорит, нет, у него планы Бог его ведет И он говорит, сейчас, но если Богу будет угодно То я к вам приду И теперь 19 глава Во время пребывания Аполлоса в Каринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефис И найдя там некоторых учеников, сказал им Приняли ли вы Святого Духа у веровав? Они же сказали ему Мы даже и не слыхали, есть ли Святой Дух Он сказал им, во что же вы крестились? Он отвечал, во Иоанново крещение Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния Говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем Господа То есть в Христа Иисуса Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса И когда Павел возложил на них руки Не сшел на них Дух Святой И они стали говорить иными языками и пророчествовать Всего их было около 12 человек Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца Беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем Но как некоторые ожесточились и не верили Злословый путь Господень перед народом То он оставил их и отделил учеников И ежедневно проповедовал в училище некого тирана Это продолжалось до двух лет Так что все жители Асии Слышали проповедь о Господе Иисусе Как у Идеи, так и Елены Бог же творил немало чудес руками Павла Так что на больных возлагали платки А поясание с тела его И у них прекращались болезни И злые духи выходили из них Я дальше не буду читать Но дальше идет описание пробуждения Ефесского Я вот хотел вам немножко показать это Потому что мне когда-то Бог это открыл Что однажды было очень сильное пробуждение В городе Ефес, в которой сначала Дух Святой Не позволил прийти в этот город Потом Павел прошел там мимоходом Потом Павел пришел туда Там было 12 учеников Ничего не напоминает? У кого было 12 учеников? Аминь! У Иисуса Христа И вот это Ефесское пробуждение Это пик служения Павла Это где Павел уже взрослый, зрелый Понимающий Несущий на себе вот это вот Помазание апостола, да? И действительно вот если сравнивать С какими-либо другими пробуждениями Это пробуждение было очень сильным Да? То есть помните, что там произошло? Там пробуждение пошло в такие сферы В которые очень трудно было что-либо там сделать То есть люди начали отказываться от идолов Там помните был Александр такой кузнец Он сказал, слушайте, у нас экономика страдает Он занимался изготовлением вот этих серебряных храмов Он говорит, у нас не покупает сейчас это никто Были люди, которые пришли и сожгли книг Колдовских на 10 тысяч, по-моему, да? Там динариев или чего-то Ну не так важно Вот, ну то есть люди не просто там Перепродали свои книги другим людям Знаете? Потому что на тот момент книги Ну это похоже, ну как ноутбуки, наверное, да? Я не знаю, какие-то крутые Да? Или еще что-то То есть это, ну состояние Это то, что стоило И вот то Евангелие, которое проповедовал Павел Побудило этих людей Не просто там это перевести в деньги Уничтожить это Весь регион пришел просто Ну это было как землетрясение такое духовное Если вы помните, какой там Произошел вот этот вот мятеж Да? Когда весь город Несколько часов скандировал там Велика Артемида Ефеская И все это было из-за, ну грубо говоря, да? Из-за одного Павла Который однажды пришел туда И учил этих 12 человек в течение двух лет У нас сегодня, как конференция называется? Вы, ну размышляли кто-нибудь над названием? Есть там? Макс успевает? Преображающая сила Евангелия, да? И вот мы можем рассматривать это пробуждение Как, ну вот оно было там, да? Вот это вот Ефеское пробуждение Но мы видим в этом пробуждении Некую стратегию Эта стратегия, это пробуждение По своим принципам Очень похоже на то, что сделал Иисус Он взял 12 учеников И учил их несколько лет, да? И потом Произошло Вот этот вот взрыв, да? Атомной бомбы в Иерусалиме, да? Когда пришел Дух Святой и так далее Я верю, что даже вот апостол Павел Когда говорит, что Бог открыл, да? Что не я теперь живу, да? Но Христос живет во мне Я думаю, что апостол Павел частично вот Понимал то, что он переживал в Ефесе, да? Когда, возможно, писал эти строки Потому что, ну, он действительно там действовал Как вот этот Сын Божий Взрослый Сын Божий Через которого Вот идет эта проповедь Евангелия И необходимы некоторые ингредиенты Знаете, что нужно, да? Для пробуждения Хотя бы 12 учеников Здесь есть люди из Самары 12 человек, которые бы очень хотели пробуждения Можете поднять руки? 12 надо Есть 12, нет? Будем считать, есть Ну, не обязательно, да? Там же не сказано, что они все оттуда были Потому что они приехали Может быть, они приехали, да? Может быть, они приехали, да? Ну, неважно Я просто хотел сказать, что это работает То, что мы видим в Ефесе, это работает Вот И дальше я хочу немножко сказать вам про Самару Самар очень, в принципе, хороший регион Экономический такой Он интеллектуальный Это был город, в который во время войны Свезли очень много интеллигенции Очень много умных людей Мой дедушка был один из таких людей И я знаю, что многие люди Ну, это так Немножко отступление Но Немногие даже, как бы Вот часто скрывают этот регион Да? Даже в нашей стране Потому что город был закрыт И это была вторая столица нашей страны Если кто знает, да? Ну, туда-сюда должно было приехать С правительства Здесь есть бункер Сталина Вот И И я знаю такую историю Что вот когда я пришел Я помню из Рету Ну, может быть, кому-то это неизвестно То есть это из революционного центра В котором я прожил 6 лет Служил Богу Где Бог меня изменил Учился служить Богу И вот я пришел сюда И познакомился с пастором И он мне немножко рассказывал Он говорит Самара вообще никому не поддается Самара Даже где-то, говорят Она переводится Кто-то там нашел Быть в войне Здесь, ну, не получается построить Какие-то сильные церкви Вот Если взять наш союз РЦХВИ Ну, здесь есть буквально Несколько маленьких таких Церквей, да Ну, здесь есть РЦХВИ У них получше получается Побольше Но все равно Все это знают И вот Я недавно услышал это свидетельство Которое я хочу тоже вам добавить Вот Егор Владимирович Преподаватель МТИ Приезжал к нам Летом Преподавать немножко Учить И он тоже говорит Он говорит Мы анализировали Самару Мы вот Подвергали анализу Почему так Почему вот везде идет А тут не идет И здесь, ну, не сказать Что здесь Ну, унылые люди Я не знаю Или какие-то вот они Ну, знаете, я Вы понимаете, к чему я веду Или нет? Павел Павла тоже в Ефес Не сразу пустили Именно Дух Святой И именно потому Что там что-то готовилось Именно потому Что у Бога Был определенный план На этот регион Потому что Действительно Ефесская церковь Она стала мощнейшей церковью Я думаю Самой мощной Как бы Теволы, ученые Говорят, что Эта церковь Была около 70 тысяч человек Вы представьте Что города были Не миллионники тогда Да? Города были Там, может быть 200 тысяч 300 тысяч людей Это огромные были Мегаполисы И поэтому Церковь, которая была Там 70 тысяч человек Еще одну ремарочку Мама Иисуса Была прихожанкой Этой церкви Это тоже очень трогает Это тоже очень Ну, для меня круто Тимофей Был епископом По-моему Этой церкви потом Да? Который вот Ученик Павла Да? И я говорю Что Вот это вот Ефесское пробуждение Это пик служения Павла Это то Что Бог Ну, дал ему Да? И я думаю Что когда Был этот мятеж Павел готов был Выйти как на Голгоф Он, помните, он рвался Если кто знает Библию Он рвался Выйти туда Где требовали его И хотели его разорвать Но ученики его удержали И не пустили Просто силой Просто взяли его Вот так вот И не пойдешь Вот И у Павла был потом Другая Голгофа Мы знаем Рим И Иерусалим И так далее И то, что ему нужно было сделать Но Ефесс Это был пик Вот Поэтому Да? Я понимаю Что здесь есть гости Да? Из других городов И когда я вам Ну, как бы говорю Что я хочу пророчествовать Я хочу пророчествовать И знаете Я так говорю Что не я Я даже вам говорю Что я не пророчествую Я говорю Что я хочу пророчествовать Понимаете это выражение Да? Что я хочу Чтобы это было пророчеством И я думаю Что я имею на это право Как духовный человек Хотеть о чем-то пророчествовать И иметь эту мечту И мне действительно, как я верю, Бог показал вещи, которые будут происходить здесь, буквально не знаю, но что я тоже вижу, насколько здесь земля сухая, насколько здесь все готово для того, чтобы принимать Евангелие, принимать именно эту преображающую силу Евангелия во всех сферах жизни. Не только в личной нашей, но и в семьях, но и в экономике, но и, возможно, в политике. Я не знаю, как Бог будет действовать, я просто говорю, что я верю, потому что я верю, что мне Бог показал это пробуждение в Ефисе, и там есть очень много таких моментов, которые похожи на нас. И, знаете, действительно было время, что везде уже Евангелие торжествовало, во многих регионах, в Коринфе, в Иерусалиме, там в Ладаке, в разных уже были церкви, а в Ефисе всего 12 учеников, да и то, которые Духом Святым не крещены еще, да. Но потом, благодаря чему произошло изменение? Благодаря тому, что Павел на протяжении двух лет проповедовал Евангелие, учил этих учеников. Вокруг этих учеников учились другие ученики, вокруг тех учеников учились другие ученики, то есть там удалось людям воссоздать вот эту атмосферу ученичества, ту атмосферу, которую нам показывает сам Иисус Христос. То есть, когда Бог показывает нам свой план спасения, да, вот этого спасения, которое, например, иудеи ожидают, вот придет Бог на коне с мечом, придет Мессия, он нас спасет от римлян, поведет нас за собой, мы все поведим, приходит сын плотника, проповедник, который не учился и начинает водить за собой людей, и Бог начинает действовать. Понимаете? И это так работает. И у Павла было то же самое. Бог начал действовать в этой жажде, в этом желании людей именно принимать Слово Божие, именно принимать учения. И это то, на что я хочу тоже делать упор, то, ради чего вот мы здесь собрались, и те, которые собрались, да, вы знаете, что к нам не приехал епископ, которого, да, мы ждали из Волгограда, который должен был быть основным спикером, да. И да, как бы, я уверен, что некоторые расстроились. Я даже тоже на какой-то момент попытался расстроиться. Но я думаю, а как я могу расстраиваться, если ты, Бог, сам рулишь своими процессами? Я понимал, что, ну, потому что новое вино нужно наливать в новые мехи. Понимаете? Потому что, да, никто, не пив старое вино, не захочет тотчас молодого. Но я знаю, что здесь вот есть это новое вино. Вот эти, ну, можно так сказать, они уже не молодые. Многие люди, которые будут здесь проповедовать, которые будут учить, они по 20 с лишним лет во Христе. Но они, может быть, не достигли каких-то званий, да, но у них есть, что сказать. У них есть, что искренне рассказать и поделиться, да, тем, как они верят, да, что Бог положил им на сердце для того, чтобы Евангелие сделало свою работу здесь, в этом регионе, сейчас. И я просто хочу призывать этих людей, которые будут проповедовать, я хочу призывать тех людей, которые приехали в гости, сегодня соединиться со мной. С нами, которые здесь. Да, вы не из Самары. Да, как будто бы, да, заявляя то, что я хочу пробуждение в Самаре, да, и я пророчествую пробуждение в Самаре. Я вам говорю, я пророчествую пробуждение в Самаре такого, которого еще не было. Скажите аминь. Это будет взрыв. И это распространится дальше. Я не знаю, как это будет, но Бог мне везде это показывает. Я помню, у меня в 2016 году, когда Бог меня призывал на служение, у меня было много разных снов. И один из снов был, который вот мне, вот он в последние дни почему-то напомнил, я вообще про него забыл. Ну, мне снится, я не помню, что, ну, как это выглядело, но как будто я в каком-то храме древнем. Я как бы боковыми глазами вижу колонны, вижу какие-то строения, но основное это то, что я вижу пол. Он такой, ну, как вот из, как раньше делали, из камня такого, да, литого, шлифованного. И по этому полу течет масло. И оно течет так медленно, тонким слоем. И это масло начинает гореть. И оно горит, как бы так очень трудно зажигается так. Но потихоньку начинает покрывать все и горит. Я помню, как у меня было такое желание, я был не один в этом сне, я помню, был еще кто-то, что мы берем в ладоши это масло и пытаемся разлить его по всему полу для того, чтобы вот этот вот огонь, он охватил все, понимаете. И я, ну, внутри я понял, я вижу, кто-то вот уже, ну, понимает, да, мы понимаем пророческие символы, да, мы понимаем масло, мы понимаем храм, мы понимаем ладоши наши, да, когда мы хотим принести вот, да, все свое сердце. И я поэтому сегодня обращаюсь к тем, кто будет проповедовать, чтобы сегодня, завтра, чтобы вы, ну, вот, искренно в сердце просто отдали все. Но, знаете, вот вы можете быть те, кто вы есть и говорить то, что вы думаете по-настоящему, потому что именно то, что вы думаете по-настоящему и хочет сказать нам Бог. И это очень важно, потому что каждый из вас, вы ценный, каждый из вас, вы уже готовы, вы созрели для того, чтобы нести это зрелое Евангелие, которое способно повлиять и преобразить регион и затем дальше и дальше и дальше. И я говорю, что я понимаю, что, ну, это немножко эгоистично или дерзко тогда привезти вас в Самару и сказать, давайте, молитесь за Самару. Но вы же не привезли меня в свой город, потому что, ну, привезли бы меня в свой город и сказали бы мне эти слова, я бы с вами согласился. Аминь. И поэтому я сегодня хочу вас призвать согласиться искренне, знаете, потому что, ну, кто-то должен взять, где-то удар должен быть нанесен. Знаете, у копья иногда есть какое-то острие, да, которое вот идет первое, которое, ну, должно начать где-то вот работать. Поэтому я действительно вот искренне всех призываю, потому что вы все, даже те, кто не будет проповедовать, вы все участники, вы все необходимы. Потому что мы мечтаем о том, чтобы Евангелие, оно захватило людей здесь. Аминь. И именно Евангелие, знаете, именно вот это полноценное Евангелие, не какая-то его часть, не только Евангелие процветания, да, не только семья, не только личность, но все сферы. Потому что это и есть вот то, что Бог мне положил на сердце, когда я думал, какая тема будет. И мне так явно пришла эта тема, что я хочу говорить именно о преображающей силе Евангелия. Знаете, потому что иногда можно говорить об исцеляющей силе Евангелия, об освобождающей силе Евангелия. Но мы знаем, что и исцеление, и освобождение – это не конечный вариант. Исцеление мы видели в Новом Завете. Иисус говорит, иди и больше не греши, чтобы не сточилось того, чего хуже. Его можно потерять. Освобождение – мы тоже понимаем, что можно потерять, потому что мы знаем эту притчу, где бес вышел, погулял и пришло еще семь. Но преображение, метаморфоза из гусеницы в бабочку – вот это уже не подлежит обратному процессу. Понимаете? Поэтому когда Евангелие оно захватит, поэтому когда Евангелие оно начнет действовать, знаете, и поэтому призываю вас почувствовать этот дух в словах Павла, который говорит, я для всех сделался, всем, для того, чтобы спасти хотя бы некоторых, сие же делаю ради Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Аминь. Поэтому станьте сегодня вот этими соучастниками Евангелия. Я действительно не пытаюсь вас, ну, как бы вот сказать вам громкие слова. Я действительно так думаю. Я действительно так верю. И я хочу, чтобы вот те, кто будут присоединились от всего сердца, чтобы мы вот, ну, сегодня действительно, да, сегодня-завтра оставили вот эти, да, все свои там какие-то переживания, да, но просто открыли сердце Богу, да, сказали Бог, вот я, принесли свои молитвы, да, положили свои руки вот в это, да, что вы тоже искренне хотите. Потому что Иисус сказал, что если двое или трое из вас согласятся, по-настоящему согласятся, то будет им то, что они просят. Вы понимаете? И если сегодня я верю, что Бог побуждает говорить это и делать именно это, я верю, что Он собирается делать здесь именно это. Аминь. Поэтому я вас всех люблю, я вас всех обнимаю, я очень рад вас всех видеть. Давайте просто будем сейчас искать Бога, будем течь, будем соглашаться, будем размышлять, будем призывать Духа Святого в нашей жизни, в наши сердца, потому что именно Дух Святой делает работу. Аминь. Дай нам этот Дух, Господь, откровение, Отец. Наполни нас, благослови каждого присутствующего Бога. Благослови нас, Отец. Наполни нас, помажь нас, Господь. Дух Святой, мы ждем Тебя, мы ожидаем Тебя, Ты нужен нам, Бог, мы верим Тебе, Иисус. Наполни нас, Бог, коснись, Господь, коснись этих учеников, Господь. Хей, намаси, добра, машин, лоно, мухей, сабра, сына, муши. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Ты чудный царь, великий Бог, Нет для меня других богов. Иисус, Иисус, Бог о Тебе. Ты мой герой, мой лучший друг, И лишь с Тобой я бы скачу, Иисус, Иисус, пола Тебе. Пола Тебе, я не забуду никогда Все, что Ты сделал для меня, Мою жизнь Ты искупил, дал замен свою. Теперь навеки я с Тобой, Меня ведешь Ты за собой, Как драгоценно для меня Твоя любовь. Ты мой Господь, люблю Тебя, И лишь с Тебе, вся жизнь моя. Иисус, Иисус, пола Тебе. Ты пасты мой, Ты мой покой, Твоя любовь всегда со мной. Иисус, Иисус, пола Тебе. Пола Тебе, я не забуду никогда Все, что Ты сделал для меня, Мою жизнь Ты искупил, дал замен свою. Теперь навеки, теперь вовеки я с Тобой, Меня ведешь Ты за собой, Как драгоценно для меня Твоя любовь. Ничего не тер, ничего не тер, Великий Бог, нет для меня других покой, Иисус, Иисус, пола Тебе. Ты мой герой, мой лучший друг, И лишь с Тобой я быть хочу. Иисус, Иисус, пола Тебе. Я не забуду никогда Все, что Ты сделал для меня, Мою жизнь Ты искупил, дал замен свою. Теперь навеки я с Тобой, Меня ведешь Ты за собой, Так драгоценна для меня Твоя любовь. Я буду петь всегда О Твоей чудесной силе, О том, как любишь Ты меня. Я буду петь всегда И пусть узнают все на свете, Что нет подобного царя. Я буду петь всегда О Твоей чудесной силе, О том, как любишь Ты меня. Я буду петь всегда И пусть узнают все на свете, Что нет подобного царя. Я не забуду никогда Все, что Ты сделал для меня, Мою жизнь Ты искупил, дал замен свою. Теперь навеки, Теперь навеки я с Тобой, Меня ведешь Ты за собой, Как драгоценна для меня, Как драгоценна для меня Твоя любовь. Для меня Твоя любовь. Я буду петь, Как драгоценна для меня Твоя любовь. Как драгоценна для меня Твоя любовь. Твоя любовь, Твоя любовь. Спасибо Тебе за любовь. Спасибо Тебе за любовь Твою, Не оставляешь и не покидаешь нас, Как и обещал Господь. Твоя любовь, она всегда с нами, Господь. Ничто не может отнять на нас ее. Твоя любовь всегда с нами, Господь. Твоя любовь, царь царей. Мы превозносим Твое имя, Господь. Мы преклоняемся перед Тобою, Господь. Мы к Тебе возносим наши голоса, Господь. Мы к Тебе обращаем наши сердца сегодня, Иисус. К Тебе жертва хвал и усть наша, Господь. К Тебе обращение сердца нашего Бога. Потому что Ты Бог всемогущий. Потому что Ты Бог, который может все. Для Тебя нет ничего невозможного. И мы, Господь, провозглашаем, Что Ты можешь все в нашей жизни, Иисус. Ты можешь все в нашей жизни, Господь. Здесь и сейчас Ты можешь менять все, Бог. Менять внутри нас, Господь. Менять вокруг нас. Твое царство, Бог. Твоя сила. Твоя власть. Твоя любовь, Господь. Пусть будет явлено царство Твое. Явлено здесь, на этой земле, Господь. Проявлено так же, как оно на небе является, Бог. Слава Тебе за все, Бог. Слава Тебе, Господь. Меняй нас, Бог. Меняй нас, Господь. Мы хотим сказать, что пробуждение, оно начинается с меня. И пусть, Господь, то, что должно измениться в нашем сердце, оно поменяется сегодня. Оно будет меняться завтра. Оно будет меняться каждый день. Оно будет меняться постоянно. И пусть Твое присутствие, Господь, меняет нас. Пусть, чтобы мы могли однажды сказать, уже не я живу, но живет во мне Христос. И я сегодня, Господь, провозглашаю, что уже не я живу, но Ты живешь во мне. И я хочу позволить Духу Твоему действовать, Господь, внутри сердца моего. Чтобы эта истина, она имела силу и она отражалась на тех ситуациях жизненных, которые меня окружают каждый день. То, с чем я сталкиваюсь каждый день. Пусть это будет явлено. Пусть в моем сердце поднимается сила Твоя, Господь. Сила, которая воскресила Христа из мертвых. Пусть в моем сердце будет явлена мудрость Твоя, Господь. Слово знания Твоего, Господь. Твое пророчество и Твое учение, Господь. Спасибо Тебе за плод Духа Твоего. Спасибо Тебе, Господь. Покажи мне мое сердце, что там, на глубине я так хочу, чтоб не было тесно Твоему Духу во мне. Покажи мне мое сердце, что там, на глубине я так хочу, чтоб не было тесно Твоему Духу во мне. Чтобы Твое дыхание наполняло мой дом. Это мое желание самое главное, я прошу Тебя дай мне. Сердце святое сердце, чистое дай Боже. Мое упование только ты меня не отпускай, от себя меня не отпускай. Подари новую песню о Твоей Вечной любви я так хочу, чтобы мы с Тобой вместе каждый мир во все мои дни. И чтобы Твое дыхание наполняло мой дом. Это мое желание самое главное, я прошу Тебя дай мне. Сердце святое сердце, чистое дай Боже. Мое упование только ты меня не отпускай, от себя меня не отпускай. От себя меня не отпускай, от себя меня не отпускай. Я 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 не отпускай. Спасибо тебе, Иисус Спасибо тебе, Господь Ты совершил невозможное в наших жизнях И мы верим, Господь Мы верим, что ты можешь сделать это в любой жизни, Господь В любой жизни ты можешь совершить чудо В любой жизни ты можешь излить свою любовь, Господь Излить свою любовь в сердце В сердце каждого, кто здесь находится Кто еще не знает тебя Кто еще не знает силу твоей любви, Бог Ты можешь это сделать Мы знаем, Господь Мы знаем, потому и говорим Мы верим, потому и говорим Потому что это произошло однажды в моей жизни Это однажды произошло в жизнях многих, кто здесь находится Ты сделал, Господь, это Ты сделал невозможное Ты излил свою любовь Любовь, которая исцеляет, Господь Любовь, которая совершает чудо Мы не устанем петь о Твоей любви, Господь Мы не устанем говорить о Твоей любви, Господь Потому что только Ты можешь это сделать Только Твоя любовь способна изменить По-настоящему изменить Изменить так, что Просветляется наш разум Просветляется наше сердце Мы начинаем по-другому думать Мы начинаем по-другому мыслить Спасибо Тебе за любовь, Твою, Господь Твоя любовь Исцелила душу мою Твоя любовь Твоя любовь Показала святость Твою Ты мне сказал Что ты будешь любить всегда Своей рукой Поведешь меня туда, где не был я Твоя любовь Твоя любовь Исцелила душу мою Твоя любовь Твоя любовь Показала святость Твою Ты мне сказал Ты мне сказал Ты мне сказал Что ты будешь любить всегда Своей рукой Своей рукой Поведешь меня Поведешь меня Туда, где не был я Ты достоин Достоин Всей хвалы Иисус Ты достоин Достоин Всей хвалы Иисус Ты достоин Всей хвалы Иисус Ты достоин Ты достоин Достоин Всей хвалы Иисус Твоя любовь Твоя любовь Исцелила душу мою Твоя любовь Твоя любовь Показала святость Твою 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 Ты достоин, достоин всей хвалы Иисус. Ты достоин, достоин всей хвалы Иисус. Ты достоин, достоин всей хвалы Иисус. Ты достоин, достоин всей хвалы Иисус.